Всем привет, привет! Сегодня у меня такой хомстайл лук, особо я ничего с собой не делала, практически без макияжа, сделала дульку на голове, как обычно. И если честно, я не планировала снимать это видео. Я вообще никогда не снимала такого рода видео, то есть анбоксинг, распаковка посылок. У меня на данный момент две посылки, одна очень большая, другая поменьше. И я не знаю, что там внутри. Дело в том, что они потерялись. Оказывается, очень долго лежали на почте, и я только сегодня это выяснила, поэтому мне очень интересно, что там. Я, наверное, что-то заказывала из китайского сайта, потому что здесь иероглифы китайские. И хочу сейчас при вас распаковать и открыть эти посылки. Я думаю, что многим из вас интересно такого рода видео, так что давайте приступим. И, кстати, открываю я ее при помощи щипчиков для бровей, заметьте. Самое главное проткнуть пакет чем-нибудь, а потом его можно разорвать. Вот так вот. Боже, сколько там всего. Конечно же, там шматьет китайское. Что-то здесь большое, похоже на пальто. Красное. Что это? Боже, это, наверное, что-то не в тему сейчас. Подозреваю, что это костюм Деда Мороза. Нет, это пальто. О, это пальто. Красное пальто. Интересно. Нужно померить его. Это что-то блестящее. Что это может быть? Платье. Боже мой. Да, я помню, я его заказывала себе. О май гад. И причем я думала, оно будет тяжелее намного. А оно оказалось, в принципе, не таким уж и тяжелым. Так интересно померить. Потому что смотрится оно очень нарядно. И блестки, блестки, блестки. Знаете, как говорят? Девушка может уехать из деревни. А деревня из девушки? Никогда. Боже, у меня такой свитшот был уже когда-то давным-давно. Это L размер. И причем, по-моему, это платье. Я, в общем, буду все мерить и вам показывать. Мне кажется, неплохое платье. Серенькое, под лосины кожаные. Сейчас зимой очень интересно будет смотреться. Очень тонкое синтетическое платье. Мне кажется, оно будет просвечивать. В обтяжку будет 100%. И вот эти цветы, знаете, они сверху наклеены. Это как будто бы резина сверху. Интересно, если постирать, то что будет с этим рисунком? 100% трещина. Мне кажется, сдалека это платье очень нарядно даже выглядит. А вблизи, конечно, дешевит немного. Ох, боже, оно огромное. Оно действительно L размер. А у него тут М-ка вообще. Это как будто бы пижама. Мне кажется, это такая модель, как распашонка. Но оно нереально огромное. Его нужно мерить обязательно. Качество, в принципе, хорошее. Нитки нигде не торчат. И как будто бы это платье в пупырышку красную. Так и хочется полопать, посидеть. Это платье очередное. Детское платье, только для взрослых. О, боже, оно ужасное. Оно очень тоненькое. И качество у него, конечно, не ахти. Я сошла с ума, по-моему. Это белое платье, я тоже его помню. С черными вставками. Почему-то я это платье представляла себе под черные колготки. Но оно, опять же, какое-то огромное. По-моему, оно на меня большое. Хотя M размер. Не знаю, будем мерить, смотреть. Обычное серое платье. Ну, знаете, как рубашка. Потому что очень легенькое. Прозрачненькое. Не то, чтобы прозрачненькое, но, мне кажется, опять оно будет просвечивать. Свободное. И серый цвет мне очень нравится. Он, мне кажется, такой беспроигрышный цвет. Подходит подо все. Я сошла с ума, я сошла с ума, мне нужна, она, мне нужна, она, мне нужна, она. Вы можете представить себе уги? Не настоящие. На настоящий у меня денег нет. Написано 41 размер. Я уверена, что они маленькие для меня. Сейчас я их померю при вас. Интересно. О, представляете, они как раз. Сейчас я покажу вам. Ну, конечно же, они мне от холода не будут защищать. Просто такие, знаете, декоративные тряпочные уги. Китайские. Я даже не знаю, куда их надену. Эти вещи нам присылают китайские сайты бесплатно. И, знаете, иногда думаешь, блин, нафига мне эти китайские вещи? И так полный шкаф вещей. Но иногда из кучи какашек, да, попадется что-то одно очень прикольное, хорошее. Что-то одно, что потом не снимаешь долгое время. Все-таки людская жадность, она такая. Когда вам говорят, возьмите на халяву, да, не хочу себе китайские вещи. А потом все-таки людская любопытность, она берет верх, и я залажу на эти сайты. Начинаю смотреть, что же, ладно, что же у них такого есть, что же можно выбрать. Нахожу кучу, как всегда, какашечек. А потом разгребаю эти какашечки. Если вам нравится такого рода видео, распаковка посылок, я буду снимать их, если хотите. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok